Здравствуйте, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня День России, дорогих земляков, с одним из главных государственных праздников Отечества, Днем России, поздравляет глава Карачаева, Черкесии. В этот день мы вновь говорим о том, как велика и многообразна наша страна. Мы гордимся нашей сильной и самобытной страной, которая является источником вдохновения для каждого из нас. Дорожим историческим и культурным наследием, которое трепетно передаем из поколения в поколение. Мы защищаем ценности, на которых мы воспитаны. Именно гордость за свое Отечество и свой великий народ не раз помогала нам выстоять перед лицом общего врага. И сегодня мы вновь заявляем мировому сообществу, что не позволим исказить историческую правду и будем отстаивать ее любой ценой. А силы мы, как и прежде, черпаем в любви и гордости за свою великую державу. Сегодня о всех городах и районах Крачево-Черкесии пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Основные праздничные площадки в Черкесске, парк культуры и отдыха Зеленого острова и парк столетия Крачево-Черкесии. Запланирован ряд мероприятий, фотовыставка, флэш-мобы, концерты. Организаторы торжества приглашают всех жителей и гостей республики вместе отпраздновать День России. Не скрывают истинной любви к своей родине, к своей стране граждане Крачево-Черкесии. Все подробности в нашем опросе. Люблю Россию за то, что она большая и я в ней родился. Все дружно живут, практически никого не обижают. Очень хорошо в России, лишь мне нравится и брату моему. За что Россию можно любить? Хотя бы только за то, что мы здесь родились. За ее березки. За ее ромашки. За тот символ, который, я думаю, в душе у каждого человека, рожденного именно в России. Ведь больше нигде в мире, это мое личное мнение, вот этих красивых мест, как в России, нет. И каждый все-таки любит ту родину, где он родился. Свою страну я очень люблю и не променяю ее никогда ни на что другое. Хотя бы потому, что здесь жили мои предки, живу я, живут мои дети. Страна у нас все-таки может быть где-то с какими-то трудностями, но тем не менее, это страна, в которой людям уделяют большое внимание, уделяют большое внимание старикам, детям. Ну и, наверное, потому что это просто наша страна. Очень бы хотелось, чтобы люди добрее относились друг к другу. И, наверное, чтобы она развивалась как можно быстрее и как можно больше у людей было возможностей. Для отдыха, для труда, для собственного развития. Ну, когда я слышу слово «Россия», я сразу представляю большую, огромную страну, величественную. Я желаю, чтобы все жили в мире. Надеюсь, у нас будет все хорошо, не будет никаких войн. И детям мы это объясняем тоже, чтобы у нас они вели себя сплоченно, чтобы они дружили друг с другом. Я думаю, что в стране должно быть так, чтобы все друг с другом дружили, и у всех было все хорошо. Любим Россию за то, что она очень большая, красивая. Мы любим много чего в России. Там растения, дома. Я люблю Россию, потому что в ней моя родня. Здесь все родные люди, и здесь она очень большая и очень красивая. Я являюсь патриотом своей страны, потому что для меня это самая родная страна. Это та страна, в которой я родилась, выросла. Я горжусь тем, что я являюсь ее гражданкой и активно пропагандирую, в том числе среди детей, что нужно быть настоящим патриотом, нужно любить, нужно уважать свою страну, нужно знать ее символы, нужно знать государственные праздники. И, безусловно, это то, что позволяет нам быть сильными, здоровыми и, в принципе, оставаться людьми, что самое важное. А жителям всей нашей огромной, прекрасной страны я желаю счастья. И самое главное, чтобы у нас было мирное небо над головой, потому что это самое важное. Будет это, будет все остальное. Семья и поддержка семьи. Под таким названием в штабе общественной поддержки состоялся круглый стол. Он проходил в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». На мероприятии обсудили действующие меры социальной поддержки семьям и внесли ряд предложений по их улучшению. Али Баташев подробнее. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашина Темрезова, в прошлом году был увеличен размер ряда региональных мер социальной поддержки семей с детьми, отметила министр труда и социального развития республики Динара Камурзаева. Так, республиканский материнский капитал увеличен со 100 тысяч рублей до 150. Единовременная денежная выплата, назначаемая в связи с рождением третьего ребенка, возросла с 35 тысяч рублей до 50 тысяч. Показателем того, что регион работает правильно, является как раз тот факт, что когда вышел новый указ президента по мерам поддержки многодетных семей, мы как регион практически ничего не поменяли. Все те меры, которые он отметил в своем указе к исполнению, в нашем регионе уже исполняются. Введены новые дополнительные меры поддержки для участников СВО. В частности, региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей семьям военнослужащих, выполняющим задачи специальной военной операции. На каждого родившегося ребенка в период выполнения военнослужащим задачи СВО. Установлена компенсация в размере 50% стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения многодетным семьям. Сегодня у нас политика социально направлена на поддержку семьи, материнства, отцовства, детства. Она отличается от политики многих других стран. Отличается своей ориентированностью на семьи, ориентированностью на поддержку семей, на улучшение материального благополучия, на улучшение социального самочувствия. Но предела совершенству, конечно, нет. И наша задача как раз стремиться к чему-то большему, лучшему. И найти те дополнительные меры поддержки, которые бы можно было нашим семьям предоставить, для того, чтобы они экономически развивались, были счастливы. На заседании также обсудили предложения, которые планируют вынести на обсуждение на федеральный уровень. В частности, это предоставление льгот по оплате ЖКХ ветеранам боевых действий СВО, предоставление участникам СВО жилья на льготных условиях и другие. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошел отчетный концерт городского хора ветеранов под руководством Людмилы Городецкой. Зрители наслаждались живым исполнением как известных, так и совсем новых песен. Али Баташев далее. Живое исполнение в лучших традициях хорового пения. Бессменный лидер академического хора ветеранов войны, труда и вооруженных сил города Черкеска Людмила Городецкая. Она руководит певческим коллективом с 1984 года. Когда создавался этот коллектив, то Совет ветеранов и городской, и республиканский очень просили, чтобы мы все-таки в эту планку о патриотическом воспитании несли в массы, особенно молодежи, те, которые не видели войны. На выступлениях перед студентами и школьниками участники хора стараются не только исполнять песни военной тематики, но и рассказывают о важных исторических событиях Великой Отечественной войны, ее героях. Дети с большим удовольствием слушают, потому что для них это новое. И мы не только поем, но мы и рассказываем о том или ином. Вот недавно, значит, событие. Недавно у нас было 80-летие освобождения Карачаева-Черкесии. И вот мы говорили о нашем перевале, о наших героях, как там флаг поставил, кто поставил, как его снимали, ну и так далее. Красиво исполненная песня воздействует сильнее рассказа. Она быстрее всего доходит до сердца слушателя, независимо от его возраста, считает участница хора с 32-летним стажем Нина Шевченко. Нет для меня ни минуты, чтобы ни петь, ни танцевать, ни шутить. Песня помогает во всем, даже в горе тоже она помогает. Татьяна Макаренко не только исполняет песни других авторов, но и пишет свои. Ее песня «Моя земля» вошла в состав репертуара хора. Я вообще очень люблю петь. И у меня дочка закончила тоже в жестко-хоровое отделение у Лидии Ивановны. Песня – это неотъемлемая часть жизни. В репертуаре коллектива более 300 песен. Народные и авторские, грустные и веселые. Ты, ты, жми, с моей лапочкой песней, Кровачу я, что хватит все души, Развою воронистых коней. Я для зазновы, милушки. Эх, цели за югостей, А летит нас автор, Кто-то станет жучком жарко. Будет сердцем сладко. Репетиции коллектива проходят два раза в неделю. В мае следующего года хор ветеранов отметит свой 40-летний юбилей. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Россию воспевают в песнях и стихах. Сотрудники Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Посвятили России стихотворение. Под радостным солнцем России У снежных вершин и сверкающих рек Черкес, Карачаевец и Абазин Нагайц и русский вздружились навек. По лугам, долинам и полям Красоты и счастья не тая Ты проходишь молодой Карачаева-Черкесия моя Всюду белоснежные отары Всюду хлебные поля Стройные дамбайские чинары Карачаева-Черкесия моя Славься, страна! Мы гордимся тобой! На этом наш информационный выпуск завершен. С праздником Днем России! Всего вам доброго и до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин